МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Тоннель и проходческий щит Владимир запущен на площади Сенной. Консультативно-диагностический центр детской областной больницы готов принимать маленьких пациентов. Моя ЦСВО с позывным Жан навестил родную Леньковскую школу и побеседовал с учениками. Уважаемые пассажиры, тоннель и проходческий щит Владимир следует до станции Бочи-Сеная. Будьте осторожны, тоннель и проходческий щит отправляется. Первый тоннель и проходческий щит под названием Владимир запустили в работу на площади Сенной. Стартуем. Стартуем. Раз, два, три. Владимир будет проходить под землей 250 метров в месяц. Весит комплекс 510 тонн в длину 80 метров. Это как поезд метро с четырьмя вагонами. Комплекс назвали в честь князя Владимира. С помощью этого щита будет построен путь между двумя новыми станциями метро на площади Сенной и Свободы. Ориентировочно в течение девяти месяцев, в случае, если не появляют какие-то факторы внутренние, связанные с породами и так далее, придем на площадь Свободы. Это значительно разгрузит транспортную составляющую нашу, да, потому что в центре города улицы очень узкие, парковаться не очень удобно, это было всегда. И, конечно, метро в этом направлении нам пойдет на пользу. Площадка сложная, много коммуникаций здесь было переустроено, сложные достаточно условия по гидрогеологии, но, тем не менее, все эти вопросы на сегодняшний день решены. Метрополитен – самый быстрый транспорт в городе. Здесь не бывает пробок, работе метро не мешает ни дождь, ни снег. А новая станция метро – это еще один стимул спуститься под землю. Татьяна Лежнева из Володарска. Она часто приезжает в Нижегородский кардиоцентр. Выбирает только метро, как средство передвижения. Мне сейчас здесь удобнее сесть в станции метро. Я села и вышла на Московском, и как раз ехать в метро на минут 10-15, не больше. А на автобусе дольше и пробки. Нижегородское метро в рабочие дни перевозят 115 тысяч пассажиров. Ожидается, что пассажиропоток увеличится со строительством новых станций, таких как Площадь Сенная, ну и особенно Сормовское. Увеличение произойдет до 50%. Я думаю, увеличится, потому что все-таки определенные задачи людям благодаря этим станциям позволят закрывать. Там кому-то на работу добираться, кому-то на свидание. Позже в Нижнем Новгороде планируется запуск еще двух тоннелей проходческих щитов. Один стартует также с Синой, а второй с улицы Горького. Служба информации Кирилл Янковский, Ирин Адбикбаев. Это сказочное панно единственное, что осталось от старого здания консультативно-диагностического центра детской областной больницы. Убрать эту красоту у строителей просто руки не поднялись. Ко всему прочему, это еще и история здания. А вот все остальное в этом центре абсолютно новое. Отремонтировали все пять этажей здания. Прежде всего преобразились кабинеты. Стали светлее, уютнее, появилась новая мебель и оборудование. Например, закупили новый аппарат для исследования детей с разными видами потери сознания. Раньше такой прибор был, но проводной, а теперь дистанционный. Первый такой в регионе. Ребенок может двигаться, может играть, может спать. И его движения неограничены. И в это время происходит регистрация потенциалов головного мозга. И все данные с помощью дистанционных технологий выводятся на компьютер. На первом этаже появились современные стойки регистрации, гардероб и аптека. В скором времени оборудуют буфет. Изменились и холлы, на стенах появились яркие картинки. Их дизайнеры разработали для детской областной больницы эксклюзивно. Так что теперь ожидание приема будет приятнее. Комфортно светло и комфортно большие пространства для того, чтобы дети не кучковались, не мешали друг другу, не стояли. Здесь есть достаточное количество мест для ожидания. Удобные диваны, это не скамейки, которые были неудобные, холодные. Масштабного ремонта в консультативно-диагностическом центре ждали более 30 лет и вот дождались. Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей. Еще более 100 миллионов направили на закупку мебели и оборудования. Прием пациентов обновленный центр начнет уже 1 февраля. В преддверии открытия его осмотрели гости из разных медучреждений региона. Обстановка сразу с самого входа располагает, вызывает доверие, уважение. За этим ощущается забота наших руководителей о детском здравоохранении, а значит о всей семье в целом. Тем временем ремонт корпусов детской областной больницы продолжается. Масштабное обновление идет по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Проект получил поддержку премьера-министра России Михаила Мишустина. По его решению на эти цели регион получил около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета. Служба информации Елизавета Виноградова, Михаил Городников. Зал славы Линьковской основной школы. Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Жан немного волнуется. Впервые в родных стенах он в непривычном качестве. Здесь он был школьником, как все грыз гранит наук, хулиганил, но всегда был добрым и отзывчивым, говорят про него учителя. Но на этот раз он в центре. Ученики родного учебного заведения этой встречи ждали. Очень хотели встретиться с фельдшером, который вытащил с боев не один десяток сослуживцев. Вопросы о службе, о том, как проходит эвакуация. От ребят летят без остановки. Юные участники слушают с восхищением. Учителя с переживанием за своего выпускника. Мы к ним как к детям. Гордитесь? Гордимся. Им гордимся. И у нас уже было еще четыре встречи с нашими выпускниками, с разными. Ими очень гордимся. У нас там есть и офицеры, и рядовые. Но вот с ранением, это вот первые наши встречи с выпускником, который там на СВО, и он ранен. О своем ранении, боец говорит, мало, тихо. Эвакуировал раненых, ранили его. Такое бывает. Всех спасут, своих не бросают, тем более там, говорит военный с позывным Жан. Тут же меняет он на строгий и уверенный. В боевых минутах и перерывах тишины понимаешь, что значит боевое братство. У нас все взаимно связано, то есть мы друг друга понимаем с полуслова, то есть позывные, все у нас как бы, каждую команду, то есть знаем наизусть, то есть знаем, что как и делать, то есть знаем, кто умеет, кто не умеет что-то делать, то есть все у нас слажено, как бы вот так вот. В рамках встречи фельдшер рассказывает о военных буднях, как получилось, что он стал спасать раненых. Потом, почему он сам в конце сентября 2022 года, после начала мобилизации, сам пошел в военкомат и отправился на СВО. Я вот пошел чисто за друзей, как бы за страну, за свою, то есть воевал у меня и дед, и прадед воевал, то есть я не могу остаться в стране. Ну а еще боец поблагодарил всех, кто помогает военным, плетет маскировочные сети, собирает гуманитарную помощь, вяжет носки или шьет балаклавы. В Линькове таких немало, приносит в школу, местную сельскую библиотеку, да и с этой встречи фельдшер ушел с посылкой. Школьники написали военным письма. Односельчанин пообещал, обязательно передам заслуживцам сразу по возвращению после ранения. Мария Васильева, Анатолий Крылов, Максим Родионов. Телеканал Лыцкого ТВ. Специально для Объединенной службы информации. Нижегородская область Вячеслав Горев и заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Владимир Южиков. А еще делегация посетила Центр мониторинга лесных пожаров в региональном министерстве лесного хозяйства и охрана объектов животного мира. Обсудили актуальные технологии для охраны лесных ресурсов. Делегация в нашем регионе на несколько дней. В программе визит Семеновский спецсемблесхоз, чтобы на практике посмотреть работу системы мониторинга и увидеть саженца, которые прямо сейчас растут в теплицах специально для лесов Донбасса. За последние 10 лет у нас объем горимости лесов в пожароопасном периоде 2023 года минимальный. Такого еще никогда не было. Нам позволило достичь данных успехов. Как раз же развелась система мониторинга. У нас активно внедрена ведомственная информационная система «Цифровой лес», которую мы сегодня коллегам будем презентовать и обмениваться опытом, как в ней и в этой системе работать. Здесь не могу не отметить наши современные методы по обнаружению незаконных рубок. Это применение космических мониторингов, это применение нашего прибора «Лесник», применение беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в части того, что у нас идет интеграция в российское правовое поле, мы выстраиваем систему обращения с лесами нашими, учимся правильно проводить мероприятия противопожарные. И здесь как раз опыт Нижегородской области нам очень полезен. То есть и как происходит диспетчеризация, и как происходит борьба с пожарами, то здесь это вопрос такой, как выстроить эту систему управления и как проводить эти мероприятия. Игорь Негода